здравствуйте друзья как вы догадались опять обзор и на обзоре вот такая вот красота f-155 компания джонсинг когда мне этот лук пришел просто достал его из коробки я глянул ну вау круто он действительно красив красивое надирование красивая лакировка все сделано очень недурно лук даже просто выглядит дороже чем за него просят это все классно нет в нем все действительно классно классная рукоять классный упор в рукояти все в нем просто классная все ну и казалось бы и чего делая обзор все здорово знаете что я вам хочу сказать очень легко и приятно делать обзор на хорошие вещи достаточно несложно сделать обзор на вещи неплохие вы знаете порядком иногда затруднительно сделать обзор на вещь банальную здесь я серьезно напряг понимаете какая штука лук классный да без вопросов приятно мощная такая достаточно рукоять что не так вот смотрите вот это классный лук вот эти прекрасно он гляньте выйти какой мягенький мягенький очень хорошо тянется а для чего вот обратите внимание в рукояти есть два отверстия на самом деле это очень хорошо это буквально мастерский лук можно сказать зачем эти отверстия нужны установить очень хорошую магнитную полочку и кстати очень рекомендую ее сюда поставить она здесь действительно будут к месту можно сказать ну это нормально олимпик занимаемся спортом набиваем мастера спорта и нет это офигеннейший таргет боу для начинающих то елки-палки опять начинающая что же для профи надо ну для профи вообще-то нужны плечи айлф это байонетная грубо говоря крепление вот такая вот такое крепление для луков для начинающих она не нужна вообще совсем потому что вы банально вы не разберетесь с настройками ну что не так длина рукояти райзер 23 дюймовый для 66 дюймового лука скажем так для спорта это не здорово потому что крайне желательно райзер имеет 25 дюймовый то есть на дюйм побольше а 25 дюймового не выпускается а вы так 32 дюйма и что делать значит так для стрелков до метр семьдесят это может быть олимпиком и таргет боу вплоть до первого разряда а для всех остальных ребята вы не поверите это просто обалденный лук для полевой стрельбы нет я серьезно сейчас вам кое-что покажу хотите стреляйте как традиционно щеки как угодно нет серьезно вот мой рост метр семьдесят два можете сами посмотреть тоже норм по-прежнему как и все остальные джонсинговские плечи все в карманах сидит мертво нету ни единого люфта все сделано как надо вот просто совсем как надо все отлично так вот вообще что меня напрягало в этом луке рассказать что есть широченный диапазон усилий на плечах там по-моему от 40 фунтов до по-моему 18 это у многих есть 66 дюймов но это очень популярный размер китайцы вообще мелковато для нас бы 68 выпускать есть более старшая модель там крепление л.ф. рукоятка 25 дюймов действительно очень хорошего для спорта я этот лук вижу в тире где стреляют подростки и я этот лук вижу в руках у человека который стреляет тоже в лесу но в полевой стрельбе он действительно здесь будет очень неплохо я когда-то делал обзор думал делать этот обзор наткнулся на такой момент вот смотрите возьмем какую-нибудь спортивную машину там давайте фрайта старался возьмем о известная вещь слышали вот что это за машина хорошая машина мешок картошки не увезешь в лес не заедешь в городе неудобно перегревается топлива ведрами живет наверно это плохая машина нет это отличная машина по машины для души для души для эмоций и вот этот лук из этой же самой категории с ним стрелять обалденно интересно приятно комфортно но сразу возникает вопрос это феррари нет это не феррари это не спигарелли не хоть не вин вин эта машинка намного попроще классом чуть-чуть пониже но для человека у которого нет гоночной лицензии ну который еще не является спортсменом это будет восхитительный лук все кто брал этот лук в руку от людей которые не знакомы со стрельбой из лука и вплоть до спортсменов и тренеров все оценили и качество изготовления и всем понравилось и форм рукояти и форм да и форм рукояти и форма упора и крепление упора материалы все все было по все отзывы было положить были положительными вытяг все сказали что плечи мягкие тянется лук хорошо он действительно тянется хорошо тянется породисто опять-таки джинсинги сделали чудо лук снова просто больше лука чем за него просят единственный момент для серьезного спорта это длина будь рукоятка вот такой вопросов мы не но если вы думаете кинуться покупать более старшую модель джинсинга если у вас нет опыта стрельба из лука вы сможете сделать очень серьезную ошибку здесь простое спортивное резьбовое крепление вставил плечо завинтил и вы не больше ни о чем не думаете если вы купите плечи с айлф то с индивидуальной настройкой а если упаси бог там еще эксцентрики есть вы можете очень серьезно попасться да луки настраиваются для этого нужна линейка для этого надо знать разницу баз и так далее и тому подобное вас от этого всего избавили вам сделали офигенный классный недорогой лук для начинающего который выглядит дорого который стреляет дорого который прочим и надежным и вы знаете наверное это все-таки изумительное сочетание ну а тем кто задумывает все-таки использовать его в качестве олимпика здесь даже кликер крепится это замечательно собственно вот такой вот момент трезво подумайте для чего вам нужен лук и если вы хотите поддаться в спорт и вы уже взрослый человек вам этот лук не нужен но если вы хотите просто комфортно классно стрелять в лесу во дворе на стрельбище в полевой стрельбе в целевой стрельбе инстинктив таргет он все это может и все это он хорошо большое спасибо за внимание до новых встреч пока